Вторая жизнь автомобильных покрышек оказалась сказочной. Старые шины стали юбкой принцессы. Рядом верные гномы, неподалеку мельница и огромная цветочная корзина. Все это двор обычной пятиэтажки. Ее жители вместе с домоуправлением решили не ограничиваться санитарной уборкой. Все сделали своими руками и не намерены останавливаться. Дети и жители этого дома загорелись новыми идеями. И спустя некоторое время и жители города, и сами жильцы увидят новые задумки наши интересные, которые порадуют, я думаю, всех. В уборке района приняли участие работники адлерских предприятий. К организованным группам присоединялись жители домов, соседи по улице в селах, студенты, школьники, а также их родители. Было собрано почти 100 тонн мусора, покрашены детские площадки и скамейки. В преддверии субботника в районных школах объявили конкурс. Надо было вывести на уборку как можно больше людей, сделать фото, разместить его в соцсетях и ждать итогов голосования. 20 лучших фоторабот, которые набрали большее количество лайков в интернете, были представлены в полуфинале. Второй этап голосования в группе «Зеленая весна-2017» в Адлере определил победителей. Поздравить их приехал глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, субботник стал для школьников занимательной игрой, а тем не менее ребята сделали значительный вклад в проведение успешного летнего сезона. Мы в прошлом году приняли с вами 6,5 миллионов гостей. Это рекорд. За всю историю курорта Сочи такого количества у нас гостей не было. И гости к нам приезжают исключительно потому, что у нас чисто, потому что у нас ухоженно, потому что у нас очень чистый воздух и потому что у нас просто красивый город. В итоге все три призовых места завоевали ребята из средней школы номер 66 села Молдовка. Мы объединили всех, не только наших учащихся, но и родителей, жителей села. И они все вышли на субботник и убирали не только территорию нашей школы, но и за ее периметром. Главный приз седьмой айфон достался Кристине Ральян. Лев Андрушко получил цифровой фотоаппарат, а Анна Колян – электронную книгу. Еще 20 участников отмечены благодарственными письмами главы администрации Адлерского района. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.